Электрона Либерпродуксион представляет Замки Франции Аббатство Ла Ферте утратило свое название после революции. В наши дни бывшая аббатская резиденция является фамильным замком, но по-прежнему занимает важное место в истории католической церкви. Ла Ферте был цистерцианским аббатством, созданным в XII веке. Основание цистерцианского ордена в 1098 году ознаменовало начало новой эры монастырей, эры цистерцианцев, оставивших после себя много аббатств, для которых характерна строгая архитектура. Спустя 700 лет аббатство Ла Ферте было куплено предкам Жака Тенаро, который в настоящее время живет в замке с женой и детьми. Папа и мама жили в Дижоне, недалеко отсюда. Папа работал в Дижоне, и все выходные и отпуска мы проводили здесь, и никогда не думали, что может быть иначе. У меня есть два брата. Однажды папа нас собрал и сказал, мне надоел этот дом, надо что-то решать. Жак Тенар. И у среднего брата была подружка, которая ненавидела деревню, а младшего брата, которого зовут Анри Луи, интересовали лишь путешествия. А я в то время только вернулся из армии и сказал, почему бы и нет. Вот так я и оказался здесь. В 89-м году я взял на себя управление домом. Мы познакомились... В 93-м. В 93-м году. Вержин Тенар. И когда Жак сделал мне предложение, мы поселились здесь. Я не помню, чтобы я испугалась или была в особом восторге от того, что мы будем жить в таком месте. Нет, я просто хотела жить с Жаком. Вот и все. Ничего другого. Изначально аббатство имело классический вид и состояло из четырех элементов. Самое важное – сооружение церковь. Она была 97 метров в длину. Рядом с церковью, прямо вот здесь, было здание, предназначавшейся для монахов и здесь, где мы сейчас стоим, была третья часть – трапезная. И та часть, которая до сих пор существует, изначально была более скромной, предназначалась для послушников, которые работали на благо монахов. Послушники часто были сыновьями-крестьян или сиротами, которые искали убежище у монахов. Это здание для послушников было перестроено в конце 17 века в аббатскую резиденцию. Строгость, которая изначально была характерна для жизни цистерцианских монахов, пропала после того, как аббат стал назначаться королем, а не монахами. Дом аббата стал напоминать настоящий замок. После покупки Ла Ферте семьей Амбло во время революции было отдано распоряжение снести все здания, имеющие отношение к религии. Так что осталась лишь эта резиденция в классическом стиле. Итак, мы заходим в так называемую монастырскую галерею. Она была полностью переделана в 19 веке, и до сих пор видны арки Клуатра, которые тянулись от одного конца дома к другому. И эта часть была переделана моим предком, прапрадедушкой в начале 19 века. Он переделал абсолютно все, даже штукатурку и гипс. Итак, мы находимся на большой лестнице, которая примечательна своей конструкцией и масштабами. Это самая большая лестница в Бургундии. И этот дом был сооружен интересным образом. Он был разделен на две части. Одна была отдана монахам, а вторая – отцу-настоятелю. И часть Аббата также была поделена надвое. Там была личная резиденция, а в другой части принимали официальных лиц. Этот дом очень типичен для архитектуры 17-18 веков. Дома часто делили на две части. Одно крыло для хозяина, а второе для хозяйки. Что касается Аббата, у него крыло хозяйки заменяют личные апартаменты, а крыло хозяина – официальные. Этому Аббатству была предоставлена довольно большая самостоятельность. И вы можете видеть следы пребывания там, которые жили здесь с Аббатом. Мы сохранили элементы декора, эти примечательные кресла. Монашеские кресла представляют интересную часть декора. Здесь есть часть, которая поднимается, и благодаря которой можно было создать впечатление, что монах молится стоя, хотя на самом деле он сидел. Зарясая ничего не было заметно, так что это позволяло монахам не все время стоять, а присесть и отдохнуть. Мы находимся в большом кабинете Аббата. Чтобы попасть сюда, мы поднялись по большой лестнице и прошли в так называемую официальную часть. И в этом кабинете прежде всего обращают на себя внимание настенные ковры, а также бюст последнего Аббата Ла Ферте, который изменил интерьер монастыря. В 1793 году, во время революционного террора, его решили отвезти в Париж и судить, но он умер в пути. Среди интересных предметов есть и вот такое зеркало, которое вставлялось в деревянные панели. Мне всегда было интересно, для чего же оно могло служить. Однажды один из посетителей мне объяснил, что это было зеркало, которым пользовались монахи. Считается, что его располагали вот так, чтобы можно было видеть только голову, не видя при этом остальные части тела. Над дверью картина, представляющая сцену из Библии и напоминающую о религиозном предназначении здания. Покидаем официальные апартаменты и перемещаемся в так называемые частные апартаменты. В этой гостиной можно видеть интересные элементы декора, например, эти барельефы, представляющие королевскую семью. С одной стороны высечен бюст Людовика XVI, а с другой стороны изображена Мария Антуанетта за рисованием. Так что здесь представлены основные виды искусства, скульптура и живопись. Здесь есть также барельефы на библейские мотивы, жезл, крест и полотна, которые напоминают нам, что мы все же находимся в аббатстве. Как видите, в этой большой гостиной много фотографий, портретов. Мы попытались представить здесь фотографии всех поколений. Цветные фотографии современные, и есть даже бюст Жана Батиста Амбло, именно того, который купил этот дом, который стал первым владельцем имения после монахов, и бюст, которого находится здесь. Этот зал также служил в наше время для игры в настольный теннис. Но мы бросили это занятие не из-за посетителей, а из-за того, что часто играли до 4 утра и мешали бабушке, которая спала внизу. Поэтому нам пришлось вернуть большой гостиной первоначальный вид. Вся мебель, находившаяся на большой лестнице, была переставлена сюда. И поскольку в настоящее время это здание прежде всего фамильный дом, тенары достроили галерею, сделав крытым бывший клуатор, чтобы отдать дань уважения своим предкам. Итак, мы находимся в другой части дома. Посетив апартаменты отца-настоятеля, мы перешли в комнату в другой части дома. В этой комнате хранятся портреты всех наших предков со времен революции до наших дней. Есть совершенно исключительные вещи. Есть менее значимые. Вот портрет одного из наших родственников по фамилии Конте, который женился на одной из дочерей этого рода и прославился тем, что изобрел карандаш. У Конте была внучка, которая унаследовала дом и вышла замуж за еще одного выдающегося человека по фамилии Тенар, который является моим предком. Он был профессором политехнической школы, главой Сорбоны, президентом французского колледжа, ректором университета. Он оставил после себя знаменитые кабинеты по химии и физике. Карл X присвоил ему титул пэра, и он стал пэром Франции, что особенно разозлило Виктора Гюго. Тенар, как и его тесть Конте, занимался производством тканей, в то время использовался детский труд. Дети работали по 16 часов в день. И Виктор Гюго спрашивал, почему нельзя сократить время работы до 10 часов. Все, кто читал Виктора Гюго, хорошо помнят Тенарди из романа «Отверженный». Это он и есть. Отношения между Виктором Гюго и Тенаром испортились, и чтобы отомстить ему, Виктор Гюго решил использовать его в качестве прототипа злодея в своем романе. Так появился Тенарди. Но тематика «Отверженных» осталась далеко позади. И в наши дни семейная жизнь в Ла Ферте гораздо счастливее, чем жизнь Тенарди. Жак и Виржен Тенар полностью посвятили свою жизнь замку. Они живут за счет туризма и сельско-хозяйственной деятельности. И хотя, по словам Жака, капитальный ремонт замка порой превращается в косметический, хозяева ни на секунду не жалеют о том, что поселились здесь. В настоящее время я занимаюсь самым хорошим делом из того, что мог бы выбрать. Да, мы работаем все вместе. Такое редко бывает. Мы работаем вместе, всей семьей. Как мне часто говорят посетители, это утомительно. Почему утомительно? У меня нет начальника, я тружусь в свое удовольствие, занимаюсь тем, что мне нравится. Интересно, что дом передавался из поколения в поколение молодым владельцам. К отцу он перешел, когда ему было 25 лет. Ко мне тоже, когда мне было около 25. Мы тоже очень хотели бы передать дом нашим детям. Этот дом уже 200 лет принадлежит семье. Во всех комнатах семейные портреты. Дети видят, что к нам приходит посетитель, иногда они сопровождают их вместе с нами. Они слышат, что мы рассказываем об их прадедушке, с детства принимают участие в делах замка. Они видят все это. Мы рассказываем им что-то, но не навязываем, как обязательство. Сейчас мы пытаемся заложить почву для того, чтобы они полюбили этот дом. Да, именно так. Замки Франции Продюсер и режиссеры Янис Шиби, Михаэль Казан. Автор текста Мартан Перран Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова